Всем привет! С вами Тори Вэй, и сегодня у нас начнётся новая неделька. Начнётся она с 22 марта. Я пропустила прошлую всю неделю, не снимала ничего, потому что она была мега активной. И много я чего делала, рисовала, вышивала, работала, потому что была ещё и последняя неделя перед каникулами. Там просмотры были, дети заканчивали работы. В общем, вообще не было времени на то, чтобы снимать и показывать, что я вышиваю. Но на этой неделе я вам всё расскажу, покажу. Будет очень много интересного и новенького. Оставайтесь со мной и погнали смотреть. Первое, что у нас на столе. Это мои иллюстрации, схемы от Lucky Stitch. У нас идёт сейчас совместный отшив, бесплатный. У неё в группе, у Елизаветы, есть все подробности. Можно выбирать любой пряничек, начинать вышивать уже. Так что бегите, бегом выбирайте. Он достаточно ленивый, этот совместник. Всего вот пять игрушечек. Но при этом времени вагон. До конца практически апреля мы будем принимать работы. Спонсоры классные, подарочки классные. В общем, вас сразу зову, приглашаю. Будет очень приятно. Если вы отсюда пришли с моего YouTube-канала, обязательно пишите там, что я пришёл, отториваясь с YouTube. Будет очень-очень-очень приятно. Вот. И я уже вышла две. Та-дам! Вот. И вот. Вот такие вот машинки. Машинка и чашечка с тюльпанчиком. Машинку я вышла на прошлой неделе. А чашечку я закончила буквально вчера. Уже я их оформила. Тут магнитики посередине приклеены. Фетр такой в горошек классный. И вот такая вот серия уже начала у меня образовываться. Классная. Мне нравится. Я здесь добавила бисер. По ключу его не было. Но можно фантазировать как угодно. Что угодно там добавлять, менять. Здесь я добавила фрузелочки белые-желтенькие. Вот. Они небольшие. Сейчас даже линеечку возьмем. 9 сантиметров в длину. А здесь в ширину 8. Тоже 9. 9. Ну вот где-то 9 сантиметров. Они вот такие вот небольшие. Тут вот тоже кораблик будет вширь. Видите, примерно вот одинаковые. Пасхальные. Скоро Пасха как раз можно вышить. Не обязательно вышивать все. Если вы там не горите серией. Можно вот вышить парочку. И уже здорово будет. Вот. Такие вот у меня отшивки. На коричневой пластиковой конве. Вышиваются очень легко. Большими зашивками. Мелких деталек старалась я не рисовать сильно. Только вот узорчики разные. Чтобы можно было бисер ставить. Здесь вот интересный стежок должен быть. То есть, чтобы проявить свою фантазию. Можно здесь бантик какой-то настоящий приклеить к ролику. Тоже интересно будет. А можно на конве, как сэмплер. Или пинкипчики сделать. Тоже прикольно. В общем, идей полно. Так приятно. Вышивать свои иллюстрации. Так. Убираем. Идем дальше. Так. Будут лежать. Еще покажу вам оформыш. Я заказывала у Хома дома. Вот такие вот каучуковые пяльца. Они такие как резиновые что ли. Вот. Натянула. Там некрасиво. Там я скотчем все замотала. И все. Оформила весну свою в кружочек. Теперь осталось только дождаться, когда у меня будет сезонная полка. Потому что у нас еще нет полки. Мы уже ремонт только закончили в том году зимой зала. И там должна быть сезонная полка, где будет весной стоять. Весна. Много разных там еще дополнительных небольших работ. В общем, сезонная полка. Ну, потом покажу, когда она будет оформляться, конечно же. Вот. Мне нравится такой кругляш. Это прям подходит хорошо. Отлично. Это нурги вторые. Каучуковые пяльцы номер два. Полностью идеально подошли к этой работе. Ну, там парочку крестиков, может, спряталось. Но это не сильно влияет на композицию. Так что вообще хорошо все. Эта схема вышивалась еще давно. В том году, год назад, тоже Елизаветы, Lucky Stitch. Там же эта схема находится. Кому понравилось, приобретайте. Будет мне очень тоже приятно видеть отшива. Потому что эта иллюстрация тоже моя. Вот. И теперь давайте смотреть процессы. Мы ездили на выходных на отдых в Листвянку. Я с собой брала вот эту яблоньку. Продолжать вышивать. Не надо закончить. Но она идет очень медленно. За счет того, что нужно вышивать сейчас мои иллюстрации по СП. Поэтому сейчас все мои процессы немножко отдыхают. И вот столько я вышила. Опа. Там ножницы болтаются. Там что-то такое. Там ножницы приклеились. Какой сильный магнитик. Вот. То, что я вышила. Немного совсем. Это что-то 10% от всей работы. Надо поднажать и доделать ее. Но тут доделать еще далеко. Но тут я, видно, ошибалась. Прям видно по конве, что ошибочки были. Так я и не поняла, где ошибка. Ну, где-то ошибка. Но уже исправлять не буду. Поэтому вышиваю дальше там, как пойдет. Все равно там листики, травка. Без разницы, как они будут выглядеть. Главное, чтобы вот вазочка ровненькая была. Да и все. В принципе. Ленивец с кофе. Я его на той неделе не брала. Но покажу, в каком он результате сейчас. Вышиваю по бумажке. Поэтому не знаю, сколько тут процентов. Но ленивец практически готов. Тоже небольшая работа. Вшивать надо. Сейчас просто идет застой, потому что я вышиваю пряночки. Еще раз повторю. Ну, а куда без пряночков-то? Моя иллюстрация. Моя иллюстрация всегда вне очереди. Про этот замок я в прошлой неделе забыла. А надо же с ним отчитываться. В нашем между собой чеки-сестрой. Ну и вот я про него забыла. И не вышивала сто крестиков. Надо вот на этой неделе обязательно его взять. Мне здесь вот осталось снизу вот эту часть всю. Бэк начала потихоньку тут выстраивать. Еще работы полно. Ждет, ждет своего отшива. Уже места нет, куда складывать. И последний. Моя деревенечка. Предугорья Альп. Отсделай своими руками. Вот сейчас на таком этапе я продвигаюсь к финишу потихоньку. Здесь, получается, уже идет вверх. Тут чуть-чуть осталось. На превью это, конечно, кажется много. Но если посмотреть на конец... Так, давайте уберем стенку. Вот. Вот она пометка, где кончается. То есть вот сюда должны вписаться. Вот сейчас здесь будет деревце и домик. Потом тут еще один домик. Здесь церковушка и домик. И вот оно все сюда впишется. То есть осталось совсем чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Ну прилично, но визуально мало. Надо довышивать. Я хотела в марте это все делать. Но март уже кончается. И много активности ВКонтакте сейчас происходило. Поэтому немного ее вышивала. Она продвигала потихоньку. Деревце прибавилось. Здесь водичку добавила. Тут лесенка пошла. Вот. В апреле, я думаю, должна осилить. Вот прям взять его и дышить. Не распыляться на все. Наверное, пока ленивец не будет трогаться. Замок только 100 крестиков. Все силы, в общем, на него пущу. Потому что мне хочется его доделать И отправить в багетку. Ну что тут осталось? Ну чуть-чуть же, да? Как думаете? Довышиваю в апреле. Будет у меня финиш в апреле. Потому что должен быть там старт. Там день рождения. Там будет глобальный старт. Вот. Такое у меня получилось вступление. Большое. Теперь я пойду вышивать. И увидимся в следующем включении. Срочное включение. Я погнула иголку. Они такие тонкие. У них такие ушки минимальные. Просто туда нитку даже. Нитковдевателем невозможно вдеть. И приходится мучиться зрением. И еще и иголка погнулась. А это только начало работы. Господи. Это сколько мне иголок-то надо потребуется? А в наборе только три. Жесть. Еще одна лежит. Кошмар. Ну красота, конечно, получается. Но не знаю, когда это все вышится, походу. С такими-то иголками. С этим плотным холстом. Ужас, девочки. Пятница сегодня. 24 марта. Если быть точнее. Хочу показать промежуточные свои результаты. Я начала третий пряничек. Кролика. Или зайчика. Зайчика. Вот его контур. Я сначала делаю контур пряничка коричневыми цветами. А потом уже внутренность заполняю. Вот. Ну сейчас вот еще мало сделано. Я стартанула, сделала два. Осталось еще три. И еще времени-то полно. До конца апреля практически. Поэтому я чуть-чуть замедлилась. Потому что хочется вышивать еще другие свои процессы. Не забрасывать из-за пластика. Как вы видели из прошлого включения. Внепланового. И крика души. Я взяла вот такую работу. Золотые тропики. Это бриссард. И чуть-чуть повышивала бисером. Протестила заодно оттанушки. Эти деревянные магнитные пяльца. Очень удобно. Потому что это холст. Его нельзя гнуть. То есть он как бы сложен максимум. А больше опасно. В общем написано, что не нужно этого делать. И вот я начала вышивать бисером. И погнулась иголка. Я застопорилась опять. И не вышивала. Сложно идет. Я до сих пор не могу привыкнуть к бисеру. Как расположить вообще рабочее место. Я вышиваю на диване. В руках. Без станков. И непонятно пока. Куда положить бисер так. Чтобы было удобно доставать. Чтобы спина не болела. И так далее. Вот. И тут мне нужно это сделать буквально за год. Чтобы в подарок оформить и подарить картину вот эту. Мне ее нужно вышить за год. Я так прокинула. Здесь примерно 17 листиков. И если делать по одному-два в месяц. То я успею. Но. С учетом того, что я половину листика сделала и забросила. Неизвестно. Как я ее буду заканчивать за год. Сложная работа. Этот холст толстый. Иголка наоборот очень тонкая. Ушко миллипусечное. Такое миллипусечное. Что туда даже нитка-вдеватель не входит. В эту ушко. И всего их три. И вообще кошмар какой. Если вы знатоки бисером. И вышивали апресарт на холсте. Или другой производитель на холсте. Подскажите, чтобы легче его вышивать. Что мне нужно сделать. Потому что я не знаю. Это сложно. И муторно. Вот когда именно прям вдохновение придет на бисер. Я его беру. А это вот произошел вот второй раз. И все. Так. Сейчас уберу сюда вбок. И еще один процесс, на котором я сейчас большую часть времени уделяю. Потому что я его приближаю к финишу. Это предгорье Альп. Вот такой результатик. Мне надоело идти снизу вверх. То есть я как начинала работу. Я же вам ее уже показывала где-то на середине. Когда я начала вести ютуб канал. Начинала ее год назад. Мне ее сестра на 8 марта дарила в прошлом году. Привет тебе, Настя. Я захотела вышить барашков. И вышила барашков. Вот эту всю часть. Потом думаю, ну дай-ка я дальше продолжу вышивать. И пошла вышивать. Вот здесь все вышло. И потом пошла стабильно вот так вот вверх. И когда я дошла вот до сюда. Мне надоело идти стабильно вверх. Уже знаю, что здесь уже конец. Иди вот так вот вверх. Мне скучно. Поэтому я решила себе сделать интересней вариант. И пошла вышивать водичку. Вот она здесь заканчивается уже водопад. Вот эта часть. И потом пойдет полукрест. Горы и небо. И вот я думаю, сейчас закончу вот эти все пробелы водички. Доделаю водичку. И пойду вышивать небо, горы. А потом сверху вниз буду спускаться. Или возможно сделаю одну часть, потом другую часть. Чтобы было повеселее и поразнообразнее. Нежели опять снизу вверх идти и там и там. Разбег туда смотреть, сюда смотреть. Как-то надоело. Но хочется при этом ее уже закончить. А вот. Красота получается, конечно. Надо ее довышивать. В апреле уж точно, надеюсь, я ее вышью. Вот. Поэтому на ней будет больше всего упор делаться. А остальные по чуть-чуть продвигаться. Пойду я ее дальше вышивать. Увидимся в следующем включении. Выглядит это, конечно, ужасно. Я приклеила картонку к брошке. Эту штучку по инструкции. И сверху. И сверху вот это вот надо будет сейчас еще отверстие здесь вырезать и приклеить. Дверку сама вырезала. Минус этого набора в том, что нет картонки уже вырезанной. Вот в пани есть картонка. А здесь вообще нет. И вот то, что вырезать самим надо. Что-то где-то крепить. Это тоже минус. Не до конца сделана работа, получается, от сборщиков. Вот. Картонку-то вырезать, конечно, ужас как сложно. Спасибо мужу. Буду собирать. Покажу уже итоговый вариант при нормальном освещении. Мне уже пришел подарок на день рождения. Я сама себе заказываю каждый год подарочки. Точнее, второй год подряд. И нет опять терпения. У меня только в конце апреля, день рождения. А уже посылка пришла. Ну, конечно, я ее сейчас вскрою. Так, сразу по пакетику понятно, что это у нас Аннушка. Там внутри что есть. Опа. Да. Огрызочек. И рачок. А еще каталог какой-то подарочный с идеями, с всякими интересными. И что у нас тут? Та-дам! Новиночка от РТО перемены. Я подумала, что как раз на день рождения это самый хороший вариант себе подарить перемены. Только я здесь планирую заменить немного цвет волос, чтобы были более на меня похожие темные коричневые оттеночки. И только я не знаю, когда его начать вышивать. Хочется-то сразу. Какие цвета классные. Красота. Тут белая Аида. Ну, полная зашивка, скорее всего, да? Или нет? Чуть-чуть остаются куски пустые. Да. Здорово. Такой подарочек. Спасибо мне. У меня 22 апреля будет день рождения. И мне сестра приготовила адвент-календарь на апрель. Здесь будут задания, разные подарочки. Весь апрель даже, я смотрю, даже дольше, чем день рождения продлится. Вот. Здесь инструкция есть. Подарочки тут всё, что плюс-минус я просила. Ну, то есть такое вышивальное, рисовальное. Вот. Что именно я не в курсе. И буду открывать все подарочки, задания выполнять в сторис ВКонтакте. Поэтому, если вам интересно следить, что будет здесь внутри. Мои эмоции, интересность. Я уже щупаю тут какие-то ниточки. Наверное, тут ещё есть наборчики. Вот. Так что ВКонтакте будет ссылка в описании. Если вам интересно, переходите, подписывайтесь. И будете в апреле со мной вместе следить, наблюдать за моим личным адвент-календарём. А сейчас я буду открывать инструкцию. Всем привет. Немножко меня в кадре. Выгуливаю свою брошку. Я вам её ещё не показывала, как оформила. Но она у меня уже готова. И вот большая такая палитра. Дети уже оценили. Да. Потом ещё покажу вам я, наверное, в руках на столе. Но пока вот так вот на мне смотреть. Ладно. Идём дальше. Вот она моя брошечка при свете отдельно от одежды. Мне, в принципе, результат нравится. Красиво получилось. Вот с обратной стороны как-то так. Но это никто не видит. Только вы сейчас увидите. Край, конечно, коса криво. Это я знаю. Но проблема в том, что, как уже говорила ранее, пришлось всё вырезать самостоятельно. То есть фетр был не вырезан. И картонка была не вырезана. Вот эта дырочка. И всё вот в этом вот. То есть если самостоятельно вырезать, это, конечно, уже какие-то погрешности идут. В миллиметрах разница. И получается, что вот где-то бисер выше, где-то ниже. Но, в общем, как вы видели на блузке, на рубашке, выглядит это красиво. По мне так. И многие оценили, и преподаватели, коллеги, и дети оценили мою брошечку. Вот. Я её с удовольствием ношу на работу. Мне понравилось вышивать бисером. Надеюсь, потом появятся ещё бисерные брошки. Не знаю, этого производителя или нет. Потому что, ну, сами понимаете, его сейчас нет у нас в стране этого производителя. Остатки только, наверное, продаются. Вот. Поэтому не знаю, как дальше. Но мне понравился результат. Брошки я буду вышивать ещё. Сейчас у меня в хомячьих запасах нет ни одной брошки. Если что появится, если что подарится, то обязательно буду вышивать. Конечно же, в хачушках тоже они есть. Вот. Спасибо мужу за то, что помог мне всё это вырезать, помог собрать вот эту кисочку, потому что проволоку вытащить и загнуть обратно внутрь, ставить тоже силы нужны были. И у меня не получилось этого сделать. Вот. Бисер остался. Вот этих вот всех оттенков. Кроме бусин, они были поштучно. Остальной бисер остался. Но на ещё одну работу не хватит. Но так в запасах иметь прилично, нормально осталось. Вот. Сегодня 31 марта. Хочется уже подвести итоги такие. Ну, за недельку, не за весь март, конечно, за недельку. И показать всё, что я навышивала. Всё, что показывала и не показывала. И сейчас после этого пойду сразу и загружу на YouTube, пока не начался апрель. Первое это золотые тропики бисерные. Показывала включение, где у меня погнулась игла. Вот. Тут даже тоже видно, что одна гнутая. Не знаю, что делать, как вышивать. Уже просила помощи у вас, по-моему, в этом видео. О том, как лучше поступить, как это вышивать, чтобы было удобно. Иглу с иглой, чтобы она не гнулась. И вообще, как с холстом с этим работать, так и не знаю. Поэтому понемножку, потихоньку. Не знаю, вообще, может, даже на следующий день рождения не получится её подарить человеку. Будет она у меня веками так вышиваться. Просто по бисеринке в год. Ну, вот так вот, в общем. Дальше я хорошо продвинула то, что не планировала вышивать на этой недельке. Это ленивчика. Сбоку вставляю фотографию, как он выглядел до того, как я к нему приступила. Потому что в этом видео я его вообще не показывала. Крестики уже плюс-минус ровнее. Главное, сильно не затягивать. Уже здесь фрузелочки натянула в глазках. Ленивчик полностью готов. Остался здесь стаканчик. Маленький стаканчик. Тут листики какие-то. Крышечка. И ещё листики. Вот такая вот небольшая совершенно работушка получается, миленькая. В апреле по-любому уже завершу. Я её сейчас уже продвигаю хорошо. Потому что он будет лежать такой малыш прикольный, кофейный. Тем более ниточки надо сестре отдать, чтобы она тоже смогла вышить милоту кофейную. Замок дальше покажу. В разброс здесь. То здесь, то там. Крестики потихоньку растут, растут. Вот уже 39% сделано. Хочу летом завершить. То есть постепенно-постепенно продвигать вот эту часть. Потом, когда передвину пяльцы, там должна втопить конкретно, доделать её. Потому что уже знаю, что буду после этого вышивать. Хотела сделать зелёную деревеньку большую. Но карты сложились иначе. Думаю уже про другую работу. И надо завершать. Точнее продвигать. Потому что завершать ещё громко сказано. И ещё один процесс. Предгорье Альп. Я, как и говорила, добралась по речке, по речке, к небу. Вот уже конец вышивки. Я... Извиняюсь. После работы пришла сразу. Начала записывать. Уже язык заговаривается. Вечер. Я вышиваю вот так. В перевёрнутом виде. Потому что сюда рука удобнее дотягивается. То есть я здесь зашиваю сейчас небо полностью. Потом перейду на горы. И потом уже обратно переверну работу. И буду вышивать уже опять в нормальном виде. Ну как вот тут. Видно, сколько мне осталось вышивать с двух сторон. В принципе не так много. Идёт хорошо. Очень надеюсь, что я в апреле её закончу. Делаем ставки. Смогу, не смогу. Потому что я на день рождения стартану с работой, которая должна идти после этой работы. То бишь, если я её не завершу до дня рождения, она у меня будет незаконченной, а и начнётся новая. Что не есть хорошо, конечно. Чтобы не разводить сильно много процессов. Вот. Ну и буду её продвигать. Заканчивать. Получается красиво. Очень легко. И, кстати, это оказывается не полукрест, а крест в одну нить. То есть горы здесь ещё будут. И небо. Это в одну нить крестик. Вот эти синие, конечно, тут вообще как-то не плавный переход. Ну, может, если вместе со всей картиной, в общем, будет смотреться, может, нормально. Вот. Вот такие у меня продвижения. Открыточку вам в кадр красивую тут от сестры. Откуда она у меня появилась, смотрите уже ВКонтакте. Потому что до этого я показывала вам отрывочек с подарочками. Адвент-календарь ко дню рождения. И я открыла инструкцию. Там открытка. А! Рассказала вам. Но всё равно переходите ВКонтакт. Подписывайтесь. Следите. Потому что по-любому там вышивального много будет интересного. Здесь я уже их показывать не буду рассказывать в вышивальных недельках. Чтобы был контент разный. Вот. Буду вас там ждать. Пишите, маякайте мне там, что я пришёл с ютуба. Вот. Такие вот дела. Всё. Всем спасибо за просмотр. И увидимся уже в апреле. С вами. Всем спасибо. Всем пока.